В 1939 году авиаконструктор Андрей Туполев выступил с идеей создания двухмоторного пикирующего бомбардировщика. Свои предложения он направил высшему руководству страны. Вскоре Туполева вызвал народный комиссар внутренних дел Лавренти Берия. Предложение конструктора он отверг и высказал свое видение развития бомбардировочной авиации, упирая на то, что с ним согласен и Сталин. Через некоторое время Андрей Николаевич вновь направил письмо наверх, аргументированно отстаивая свои предложения. Шаг по тем временам достаточно смелый, особенно если учесть, что Туполев являлся заключенным, арестованным за контрреволюционную деятельность, проще говоря, врагом народа по терминологии тех лет. Через некоторое время его вновь доставили на разговор к Берии. Еще два года назад Туполев был конструктором, чьи крылатые машины принесли мировую славу советской авиации. Теперь же его судьба висела на волоске. Туполев пришел на рубеже 20-30-х годов. Под руководством Андрея Николаевича были созданы неплохие для своего времени пассажирские самолеты, истребители и, главное, лучшие в мире тяжелые бомбардировщики. Сначала двухмоторный ТБ-1, затем четырехмоторный гигант ТБ-3. При реализации этих проектов конструкторы придерживались строго научного подхода к разработке крылатых машин, закладывая методику проектирования авиатехники на годы вперед. К тому же Туполь встроил не деревянные, а первые в СССР цельнометаллические самолеты, что сильно продвинуло всю советскую авиапромышленность. Но техника в те годы развивалась стремительно, и перед конструкторами стояли новые задачи. Еще в начале 20-х годов в СССР приступили к восстановлению не только сухопутной армии, но и военно-морского флота. Однако построить большое количество крупных боевых кораблей молодой стране Советов было не по силам. Поэтому упор сделали на развитие подводных лодок, торпедных катеров и морских самолетов. Они стоили относительно дешево и при этом позволяли достаточно эффективно решать оборонительные задачи на море. В середине 20-х была утверждена программа разработки целой гаммы гидросамолетов различного назначения. Одним из них являлся дальний разведчик, или как его тогда называли, разведчик открытого моря. Его проектирование поручили в том числе и коллективу Туполева. Гидросамолетами Андрей Николаевич занимался еще во время учебы. В своей дипломной работе он досконально изучил движение таких машин по воде во время взлета и посадки, при разворотах. Уже работая в ЦАГе, Туполев продолжил изыскание. Профессор Жуковский предложил подкрепить теоретические выкладки экспериментальными данными и создать для этого легкое быстроходное судно «Глиссер», которое по форме напоминал бы нижнюю часть фюзеляжа будущего гидросамолета. Катер получил обозначение ГАНТ-1. Глиссер Андрей Николаевич Туполев-1. В 21-м году ГАНТ-1 вышел на испытания и подтвердил теоретические выкладки. И буквально через несколько лет у нас в стране очень вывыклись с этими глиссерами, то есть большими, там на 8 человек, на 10 человек, потому что эти глиссеры, они могли ходить по нашим мелким рекам. Есть даже фильмы, в которых главные герои, веселые, счастливые, управляют ими. Это все началось с цагевских глиссеров в самом начале 20-х годов. Работами ЦАГи заинтересовалось военно-морское командование. Причем Туполеву сначала поручили создание не гидросамолета, а торпедного катера. Его назвали «Первенец». Испытания «Первенца» проходили в Севастополе с апреля по июль 1927 года. Он показал скорость в 50 узлов, то есть 93 км в час. На 20-25% выше, чем у аналогичных судов тех лет. Тогда же были проведены сравнительные испытания «Первенца» с трофейным английским катером. Туполев писал, когда мы их обгоняли, то разница между их скоростью и нашей была настолько резка, что их механик бросился к мотору и решил, что их мотор остановился. Это было анекдотом всего Черноморского флота. Мы поездили по морю и еще два раза обгоняли английский глиссер. По результатам проведенных нами испытаний, начальник военно-морских сил считает вопрос о постройке глиссера в серии решенным. Впоследствии под руководством Туполева было разработано еще несколько типов торпедных катеров. Самым массовым из которых стал Г-5. Он вооружался двумя кормовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм. Эти торпедные катера использовались в Великую Отечественную войну, на Черном море, на Балтике, ну и немного на севере они использовались. В основном там для высадки десантов. Если при строительстве торпедных катеров коллективу Туполева достаточно быстро удалось достичь практических результатов, то разработка гидросамолета затянулась. И дело было не столько в технической стороне вопроса. Морское ведомство неоднократно меняло задания. Сначала потребовался не просто дальний разведчик, а машина, предназначенная как для разведки, так и для бомбометания. Попутно морякам понадобился гидросамолет-торпедоносец. В какой-то момент из задания вовсе исключили все упоминания о разведке. Время шло, а результата не было. В итоге Советскому Союзу даже пришлось закупить для флота партию немецких летающих лодок «Дорньеваль». Их использовали в качестве разведчиков. А в качестве бомбардировщика-торпедоносца Туполев предложил вариант его сухопутного бомбардировщика ТБ-1, установленный на поплавки. В мореходных качествах такая машина уступала специализированным летающим лодкам, но зато флот достаточно быстро получил современный боевой самолет. Что касается летающих лодок, то Андрей Николаевич настаивал, что надо начинать со сравнительно небольших машин. В итоге с ним согласились и фактически вернулись к первоначальной идее гидросамолета-разведчика. Но время было упущено. Созданный лишь к 31-му году АНТ-8 по характеристикам не превзошел немецкие лодки «Дорньеваль» и в серию туполевский гидросамолет не запустили. Работы по созданию летающих лодок продолжились. Особый интерес представлял проект АНТ-22. Это был морской тяжелый бомбардировщик, по терминологии тех лет морской крейсер. Он был сделан по схеме «Катамарана», то есть это была двухфюзеляжная летающая лодка. Такая компоновка имела хорошую мореходность, обеспечивала приличную грузоподъемность. АНТ-22 мог нести две торпеды общей массой почти 5 тонн или до 6 тонн бомб. В рекордном полете 8 октября 1936 года машина подняла и того больше – 10 тонн. Тогда было очень много всяких идей по части перевозки грузов. Ну, а в данном случае вот предполагалось, что он должен перевозить подводную лодку. Если не подводную лодку, то полупогружаемый торпедный катер. Но летные характеристики летающего «Катамарана» оказались невысокими. Военных не устроили ни скорость, ни высота полета. Устранить недостатки в короткое время не представлялось возможным и от АНТ-22 отказались. Не слишком удачно сложилась судьба и другой летающей лодки Туполева АНТ-27, которая была сделана уже по более привычной схеме. Практически в самом начале испытаний первый экземпляр машины потерпел катастрофу. Каких-либо технических ошибок проектирования здесь не было. Трагедия произошла из-за внезапно возникшего волнения на море, которое превосходило допустимое. Самолет взлетал в волнение, он оторвался, взмыл, а потом ударился в следующую волну. Так как его двигатели находились на пилонах, над экипажем, над лодкой, при ударе вот эти пилоны, скажем, потеряли свою устойчивость, и двигатели всей своей массы упали на кабину пилотов. Погибли все находящиеся на борту, в том числе Иван Погодский. Он возглавлял Туполева, работа по гидросамолетам, был его другом и соратником с первых дней становления КБ. Это была первая такая катастрофа, которая произошла в конструкторском бюро на испытаниях опытного, можно сказать, экспериментального, даже частично самолета. Испытания АНТ-27 продолжились. По их итогам характеристики машины также не в полной мере удовлетворили военных. Но делать уже было нечего, и самолет запустили в серию, построив небольшую партию из 15 летающих лодок. Их можно было использовать как разведчики или бомбардировщики. В развитии АНТ-27 в КБ Туполева был спроектирован АНТ-44, но этих машин вообще было выпущено только две штуки. Сказался целый комплекс различных причин. Это были сложные машины очень, сложные, металлоемкие, требующие большого внимания и больших затрат. Поэтому можно сказать, что Советский Союз не смог себе позволить строить такие сложные самолеты в достаточных количествах. Кроме того, на флоте можно было использовать более скоростные, сухопутные машины, чья дальность полета из года в год росла, и они вполне могли держать под контролем прибрежные районы. В первой половине 30-х годов КБ Туполева предложил ряд опытных машин и для истребительной авиации. Среди них многоместный истребитель АНТ-21, первый самолет Туполева и второй в стране с убирающимся шасси. Или АНТ-23, один из первых истребителей с пушечным вооружением. Но работы в этом направлении шли не слишком результативно. Большинство машин по разным причинам на вооружение не приняли. В серийное производство был запущен только АНТ-31, скоростной одноместный истребитель Моноплан, получивший в армии обозначение И-14. Но построили только 55 самолетов, поскольку появился более скоростной, при этом более дешевый И-16 конструкции Поликарпова. В тупик зашли и работы по созданию нового тяжелого бомбардировщика, шестимоторного АНТ-16, войсковое обозначение ТБ-4. Он был рассчитан на 8 тонн бомб, на 3 тонны больше, чем его предшественник, четырехмоторный ТБ-3. При этом в планах был еще более мощный воздушный корабль, 12-ти моторный АНТ-26 с расчетной нагрузкой 25 тонн. Но концепция поменялась. До этого все шло главным образом по пути увеличения грузоподъемности. Самолеты становились все крупнее и крупнее. При этом их скорость практически не росла. Истребители же напротив летали все быстрее и быстрее. Они могли без труда догнать эти тихоходные гиганты. Поэтому взгляды на будущее бомбардировочной авиации кардинально изменились. Надо было обновить ее парк на более скоростные машины. Впрочем, сама тема крылатых исполинов продолжилась, но в гражданской сфере. В начале 30-х годов группа писателей и журналистов вышла с инициативой отметить 40-летнюю литературную деятельность писателя Максима Горького постройкой самолета-гиганта невиданных ранее размеров. По всей стране был объявлен сбор средств, принесший 6 миллионов рублей. Немалая по тем временам сумма. После чего проектирование и строительство машины поручили коллективу Туполева. Она получила обозначение АНТ-20 «Максим Горький». Самолет предполагалось использовать в качестве агитационного, пассажирского, транспортного. Прорабатывалось и военное применение. Этот самолет у нас был первым, где была предусмотрена внутренняя перевозка бронетехники. Был сделан полноразмерный макет с платформой, с лебедками. Они поднимали танкетку Т-27 в этот отсек. За основу для АНТ-20 взяли бомбардировщик ТБ-4. Полезную нагрузку самолета увеличили с 8 до 10 тонн. Количество двигателей возросло с 6 до 8. Два дополнительных установили над фюзеляжем. Размах крыла самолета составил 63 метра. Взлетная масса 42 тонны. Грандиозный, конечно, самолет. Нигде в мире ничего похожего не было. У немцев был гидросамолет до Икс, который, по сути, был не самолет, а и краноплан. Он не мог высоко подниматься. А сухопутных машин такого размера не было ни у кого. 17 июня 1934 года экипаж Михаила Громова совершил на АНТ-21 полет. Летчик отметил простоту и легкость управления огромной машиной. Испытания шли успешно. Самолет дважды установил рекорды грузоподъемности, подняв в воздух сначала 10, а затем 15 тонн. На этот самолет сразу возлагалась задача, так сказать, политического демонстратора. Это был самолет, лидер, агит эскадрильи имени Максима Борького. На борту самолета был кинозал, который функционировал, правда, на земле. На нем была своя типография. На нем была громкоговорящая установка, которая с воздухом могла оповещать граждан о каких-то там важных событиях в истории советской страны. Подняться в самолет можно было не по приставной лестнице, как раньше, а по встроенному откидному трапу. Для внутренней связи была предусмотрена телефонная станция на 16 номеров. Туполев лично следил за различными деталями. По его требованию машину оснастили хорошим внутренним освещением. К мае 35-го года весь цикл испытаний был закончен. После этого руководство ЦАГи решил отметить особо отличившихся сотрудников, принимавших участие в проектировании и строительстве самолета. 18 мая на аэродроме выстроилась целая очередь из желающих прокатиться. В первый полет взяли 28 человек. Помимо этого на борту машины находилось 10 членов экипажа. У всех было праздничное настроение. Самолет решили снимать в воздухе. А для того, чтобы понять его размеры, его должен был сопровождать помимо киносъемочного самолета маленький истребитель, который пилотировал летчик-спытатель ЦАГи Николай Благин. Он задумал сделать мертвую петлю вокруг консоли. Видимо, не справившись толком с управлением, не рассчитав скорость движения самолета, Благин на самолете И-5 врезался в крыло АНТ-20. Такого удара не могла вынести никакая авиационная конструкция. Естественно, произошла тяжелейшая катастрофа. Понятно, что вины создателей АНТ-20 в этом не было, но эта трагедия легла черным пятном на всю советскую авиацию. И теперь надо было вновь заставить мир говорить о совершениях отечественного авиапрома, но уже в положительном ключе и такое событие готовилось. В 20-х годах абсолютный рекорд дальности беспосадочного полета принадлежал американцам. Затем в 1933 году рекорд завоевали французы, пролетев по прямой на самолете Балерио 9104 километра. И вот Туполев взялся создать машину, которая перекрыла бы это достижение. Самолет получил обозначение АНТ-25. Для обеспечения рекордной дальности машине требовалось крыло большого удлинения. Эта характеристика отвечает за соотношение размаха крыла к его площади. И чем она выше, тем лучше, но могут возникнуть побочные проблемы. Туполев вспоминал. Мы приняли удлинение крыла 13,5, невиданное до этого в мире. Наибольшее удлинение до АНТ-25 было порядка 10. Мы очень боялись, что крылья будут вибрировать. Наши ученые изучили поведение многочисленных моделей будущей машины в аэродинамических трубах, выбрав подходящее решение. Это была большая научная победа. Создание АНТ-25, как, впрочем, и многих других машин Туполева, это было больше, чем просто проектирование летательного аппарата. Попутно внедрялся целый комплекс различных инноваций, заложивших фундамент для будущих разработок. И надо отметить, что это была заслуга не только Туполева. Он всегда подчеркивал, что прогресс авиации обеспечивается коллективным трудом людей. В середине 30-х годов в его конструкторском бюро сформировалось ядро профессионалов, смело реализующих новые подходы в проектировании авиатехники. Так за разработку новаторского крыла АНТ-25 отвечал Владимир Петляков, который, помимо этого, возглавлял у Туполева проектирование тяжелых самолетов. Ведущим же конструктором по всей теме АНТ-25 являлся Павел Сухой. Талантливый инженер, впоследствии руководитель собственного КБ, создатель всемирно известных самолетов марки Су. У Туполева был как бы ближний круг тех, с кем он начинал. Вот для них он был первый среди равных. Он создал коллектив. Это было самое мощное конструкторское бюро страны тогда. В сентябре 1934 года экипаж Михаила Громова выполнил на АНТ-25 контрольный полет. В воздухе машина находилась 75 часов, совершив при этом 80 кругов в треугольнике Москва-Рязань-Тула с последующей посадкой по метеусловиям в Хайкове. В общей сложности самолет пролетел 12 411 километров. Это был мировой рекорд дальности полета по замкнутому маршруту, но поскольку СССР тогда не входил в Международную авиационную федерацию, достижения не зарегистрировали. Впрочем, основная цель, к которой стремились, побить рекорд дальности полета по прямой. И в начале 1935 года сделать это вызвался летчик Сигизмунд Ливаневский, один из первых героев Советского Союза. Это звание он и еще 6 пилотов полярной авиации получили в 1934 году за спасение экипажа ледокола Челюскин, потерпевшего крушение в Арктике. У Ливаневского сложились хорошие отношения со Сталином. И он доложил вождю, что готов провести АНТ-25 через Северный полюс в Америку. Руководитель страны дал ему добро на этот перелет. 3 августа 1935 года АНТ-25 под управлением экипажа Ливаневского взлетел с подмосковного аэродрома и взял курс на США. К этому событию готовилась вся мировая пресса. Ведущие мировые газеты пестрили статьями, посвященными перелету. Русские хотят побить мировой рекорд. Взлет и набор высоты пошли удачно, но через несколько часов полет экипажа заметил утечку масла из картера двигателя, при этом давление и температура масла были в норме. О неполадках доложили на землю. Специалисты довольно быстро разобрались в возможных причинах. Скорее всего масло было залито в избытке, и оно стало выходить наружу, при этом совсем незначительно. Экипажу были даны рекомендации, как устранить течь, но Ливаневский принял решение прекратить полет. Но уже потом выяснилось, что это масло не просто выбрасывалось, оно попадало на систему выхлопа и горело. Они там чуть не задохнулись, им пришлось возвращаться, отчасти вот именно по этой причине. С момента гибели самолета Максим Горький прошло чуть больше двух месяцев, и вот новый удар по престижу советской авиации, да и всего Советского Союза. Западная пресса не применула воспользоваться ситуацией, публикуя язвительные комментарии о прерванном полете. Сталин вызвал к себе всех причастных к организации перелета. К тому моменту предположения о причинах утечки масла подтвердились, но все эти технические нюансы померкли в разразившейся буре. На совещании у Сталина Ливаневский сходу обозначил виновных. АНТ-25 для подобных перелетов не пригоден. Построен он злоумышленно-небрежно. Лично я больше на самолетах Туполева летать не намерен. Синизмунд Ливаневский был такой импозантный мужчина, этакий советский барин, не без гусарства. И вместо того, чтобы четко и внятно объяснить, что произошло, он обвинил во всех неполадках Туполева. Но надо понимать, какая эпоха была за окном, какими словами нельзя было бросаться. Георгий Байдуков, который был вторым пилотом в том полете, вспоминал. Туполев сидел с посеревшим лицом. К концу заседания ему стало плохо, был вызван доктор. При этом сам Байдуков не разделял мнение Ливаневского, но это не помогло. АНТ-25 зачехлили и поставили в ангар. Назвать это какой-то ошибкой Туполева не годится, потому что, ну, самолет сложная система, есть немного чего всякого происходит, неожиданно. И ведь большинство полетов были испытательными полетами. Вот. И даже перелеты, дальние перелеты, они тоже были испытательными полетами. Для Андрея Николаевича и его коллектива каких-либо серьезных оргвыводов тогда не последовало. А работы и без рекордных полетов хватало. В первую очередь от Туполева, конечно, ждали новые бомбардировщики. Но и здесь все продвигалось непросто. Строительство нового четырехмоторного тяжелого бомбардировщика АНТ-42, он же ТБ-7, упиралось в отсутствие подходящих двигателей. Самолет задумывался как скоростной и высотный. Для этого ему требовали специальные моторы, способные работать на большой высоте в условиях разреженного воздуха. Но их пока не было. И поэтому сначала пришлось установить обычные, а для их работы еще один вспомогательный мотор в фюзеляже. Он должен был нагнетать в основные двигатели дополнительные объемы воздуха, повышая тем самым их мощность. Решение далеко не оптимальное, снижающее почти на полтонны полезную нагрузку. Работы явно затягивались. В задании от военных было написано, что потолок должен быть 12 тысяч метров. Испытания прошли. Была выпущена небольшая серия в этом варианте. Но дальнейшие полеты и испытания показали, что практически ничего до двигателей не доходит. Отказались от этого. Свалилась высота до 9-10 тысяч. И этого вполне достаточно было. Так что машина в таком варианте пошла в серию. Со скоростным двухмоторным бомбардировщиком АНТ-40, которую Туполева разрабатывала бригада Александра Архангельского, дела обстояли лучше. Самолет снабдили убирающимся шасси, применили гладкую обшивку, улучшающую аэродинамику. А во время испытаний побороли такое неприятное явление, как флаттер, стихийно нарастающую тряску скоростных самолетов. В результате максимальная скорость машины превысила 420 километров в час. Этот самолет под маркой СБ был запущен в серию. СБ это означает скоростной бомбардировщик. И очень быстро эту машину опробовали в боевых условиях во время гражданской войны в Испании. СБ показал себя выше всяческих похвал. Однако в эксплуатации у бомбардировщика СБ стали выявляться многочисленные дефекты. Военные потребовали устранить их, но Туполев соглашался исправить только часть из них, утверждая, что другие на безопасности полетов не сказываются. Возник спор с руководством ВВС. Андрей Николаевич был вынужден отступить и внести изменения. В любом случае бомбардировщик СБ для своего времени стал прорывом. Выпустили 6,5 тысяч этих машин. Ни один самолет Туполева ни до, ни после такого тиража не имел. Помимо этого, на его базе был создан скоростной пассажирский самолет ПС-35, рассчитанный на перевозку 10 человек. В середине 30-х под общим руководством Туполева разрабатывали еще двухмоторный дальний бомбардировщик АНТ-37. Но по этой теме предпочтение было отдано самолету ДБ-3 конструкторского бюро Сергея Ильюшина. Эта машина имела лучшие скоростные показатели и более мощное оборонительное вооружение. Впрочем, все эти трудности и локальные неудачи были вполне рабочими моментами. Авторитет коллектива Туполева, даже слегка подпорченный сорвавшимся перелетом Ливаневского, под сомнение никто не ставил. 1 июля 36-го года конструкторское бюро Туполева, работавшее до этого как подразделение ЦАГИ, выделили в отдельную организацию. Она получила наименование завод номер 156 Народного комиссариата тяжелой промышленности. Примерно в это же время, благодаря настойчивости летчика-испытателя Валерия Чкалова, вновь вернулись и к теме перелета на АНТ-25 через Северный полюс в США. В июне 37-го года это сделал экипаж самого Чкалова. Правда, из-за сложных метеоусловий не удалось установить рекорд дальности, но достижение все равно было выдающееся и главное подтвердило надежность конструкции АНТ-25. Спустя месяц экипаж Михаила Громова совершил новый перелет на АНТ-25 в США. Теперь рекорд дальности полета по прямой был установлен. Он составил 10 148 километров. Прежнее достижение французов было побито на тысячу километров. Самолеты Туполева вновь гремели на весь мир. Еще через месяц тот же Громов впервые поднял в воздух новый самолет АНТ-51, прототип будущего ближнего бомбардировщика ББ-1. Он разрабатывался бригадой Павла Сухова. Именно поэтому впоследствии он получит обозначение Су-2. Машина проектировалась фактически по прямому заданию Сталина, который хотел для Красной Армии дешевый и массовый фронтовой самолет. Задание выдали нескольким КБ и в результате лучшим признали именно ББ-1. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Гром грянул 21 октября 1937 года. В этот день Туполев был арестован. Конструктора обвинили в том, что он возглавлял антисоветскую вредительскую организацию в авиационной промышленности, проводил диверсионную работу в области самолетостроения и занимался шпионажем в пользу Франции. Приговор суда по этому абсолютно надуманному делу – 15 лет лишения свободы. Дело в том, что он стал одним из руководителей нашей авиапромышленности. Ему приходилось принимать множество различных решений. Имелось множество, опять же, людей, которым не нравились эти решения. И поэтому он имел, ну, скажем так, врагов. Враги писали какие-то письма, они все складывались в стопочку, и вот в результате набралось много всяких заявлений именно на Туполева. Какие там были подводные течения, трудно сказать. Возможно, что были какие-то дрязги, конкурентная борьба. Формально он был посажен как вредитель и шпион. Что был, конечно, полным бредом. За решеткой по не менее абсурдным обвинением тогда оказались многие соратники Андрея Николаевича. В одно мгновение они стали врагами народа. Врагами народа, чьи самолеты составляли основу авиации Красной Армии. Врагами народа, чьи машины принесли и продолжали приносить славу советской авиации. Уже находясь в заключении, Туполев узнал, что на самолете АНТ-37, получившем название «Родина», был установлен женский рекорд дальности полета. Экипаж в составе Валентины Грязодубовой, Полины Осипенко и Марина Росковой пролетел 5947 километров. От перспективы сгинуть в лагерях Туполева спасло то, что при НКВД решили создать тюремные конструкторские бюро, или, как их еще называли, шараги. Туполева и других арестованных инженеров определили в так называемый спецтехотдел, сокращенно СТО. Эта аббревиатура дала численные обозначения работающим здесь группам и разрабатываемым проектам. Так бригаде Владимира Петлякова поставили задачу создать высотный истребитель, шифр изделия 100. Владимир Мясищев, также ранее работавший у Туполева, должен был спроектировать дальний высотный бомбардировщик, изделие 102. Но, пожалуй, самое трудное задание досталось самому Туполеву. Его бригаде, получившей номер 103, предписывалось сделать четырехмоторный дальний и при этом пикирующий бомбардировщик. Немного предыстории. В 30-е годы, еще до начала Второй мировой войны, в числе потенциальных противников Советского Союза была не только Германия, но и Великобритания. Это островное государство сильно зависело от морских перевозок, и поэтому военно-морской флот играл особую роль в обеспечении его обороноспособностей. Попасть в маневрирующий корабль бомбой, сброшенной с самолета в горизонтальном полете, было практически невозможно. Расчеты показывали, что в зависимости от высоты полета для этого придется одновременно задействовать от 70 до 400 бомбардировщиков. Другое дело бомбометание с пикирования, когда самолет практически вертикально летит вниз. Это существенно повышало точность удара и позволяло достаточно эффективно поражать отдельные точечные цели. Как показывали расчеты, при атаке корабля можно было обойтись даже пятеркой самолетов. Но само пикирование и особенно вывод из него связаны с большими перегрузками, что требует более прочной конструкции. При этом до Великобритании еще надо было долететь, поэтому машина и без того получалась бы очень сложной. В таком требовании, конечно, содержались колоссальнейшие противоречия. Дальний самолет должен иметь очень высокую весовую отдачу, а соответственно меньшую прочность. Пикирующий бомбардировщик при выходе из пикирования испытывает колоссальную перегрузку. Поэтому там ни о какой уже легкости конструкции речь не идет. Впрочем, Туполеву выбирать не приходилось. Конструкторам намекнули, что от успеха проекта зависит их досрочное освобождение. И работа началась. Схема и отдельные узлы будущего бомбардировщика были достаточно детально проработаны. Например, был придуман механизм сброса бомб на пикировании, позволявший избежать столкновения бомбы с самим самолетом. Но в сентябре 1939 года политическая ситуация в мире кардинально поменялась. Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. После этого и для Красной Армии наиболее вероятным противником становились уже немецкие вооруженные силы. В своей тактике молниеносной войны вермахт делал упор на авиацию, в том числе пикирующие бомбардировщики. Но не дальние, а фронтовые, то есть ближнего радиуса действия. Они эффективно подавляли оборону противника и расчищали путь сухопытным войскам. Андрей Туполев считал, что в новых условиях и Советскому Союзу понадобятся массовые боевые самолеты для действий на линии фронта и в ближних тылах. Поэтому он выступил с идеей создания двухмоторного фронтового пикирующего бомбардировщика. Письмо со своим предложением Туполев направил высшему руководству страны. После чего у него состоялся неприятный разговор с наркомом внутренних дел Лаврентием Берией, курирующим тюремные КБ. Здесь надо отметить, что факт этой беседы и ее детали известны из книги воспоминаний Леонида Кербера. Он работал с Туполевым с 30-х годов, в том числе и в заключении. В описании этого эпизода есть некоторые неточности по времени действия и в некоторых других аспектах. Поэтому по другой версии этот разговор состоялся немного раньше, когда Андрей Николаевич предложил перейти с четырехмоторной схемы на более реалистичную двухмоторную, но еще в рамках создания дальнего бомбардировщика. Как бы то ни было, Кербер вспоминал, что Туполев вернулся с той встречи злой, как тысячи дьяволов. Высказанные Берией мысли он называл технически неграмотными. Видимо, нарком уже во всех красках описал Сталину достоинство четырехмоторного самолета и поэтому не хотел отходить от первоначального плана. Но и Туполев не собирался отступать, написав еще одно письмо с разъяснением своей позиции. Туполев был очень контактный человек. Он мог совершенно спокойно разговаривать и с дворником возле цеха, и с Берией. При том, что Туполев был заключенный, а Берий был генеральный комиссар госбезопасности. Так вот, Туполев умел настоять на своем. В итоге все разрешилось хорошо. Когда Туполева вновь привезли на разговор, его предложение было принято. Теперь его группа должна была разработать двухмоторный фронтовой пикирующий бомбардировщик. Причем задание поменяли не только ему. Петлякову поручили переделать в пикирующий бомбардировщик его опытный высотный истребитель. Он станет известен как Пе-2. Но если Петляковская машина была рассчитана на тонну бомб, то Туполев стал разрабатывать самолет с максимальной полезной нагрузкой 2-3 тонны. Новый бомбардировщик получил рабочее обозначение «Самолет-103». К этому моменту это был уже 58-й проект Туполева. По иронии судьбы, статья Уголовного кодекса, по которой были арестованы конструкторы, имела тот же 58-й номер. Работы по фронтовому бомбардировщику продвигались достаточно быстро. Пригодились детальные наработки по прежнему проекту. 23 января 1941 года машину в воздух поднял летчик-испытатель Михаил Нюхтиков. В акте по испытаниям отмечались высокие летные данные бомбардировщика. По скорости он превосходил многие истребители тех лет, в том числе основной немецкий истребитель Мессершмитт БФ-109. Но в серию этот вариант 103-го не пошел. Дело в том, что летчик и штурман размещались у него в отдельных кабинах. Изучение немецкого пикирующего бомбардировщика Юнкерс-88 и собственные наработки показали, что лучше, когда они находятся в одной. Это упрощает их взаимодействие во время выполнения боевого задания. Второй вариант 103-го уже с новым размещением экипажа взлетел в мае 1941-го. Он и был рекомендован к принятию на вооружение. После чего Туполева и его конструкторов освободили из заключения и сняли судимость. Однако с началом Великой Отечественной войны самолет ждал еще одно существенное изменение. Выпускать его должны были с моторами АМ-37, но завод, который их строил, выпускал двигатели и для штурмовика Ил-2. В условиях военного времени пришлось выбирать, и выбор был сделан в пользу так необходимых фронту штурмовиков Ильюшина. А самолет Туполева решили доработать под новый мотор М-82. С ним он и пошел в массовое производство. В войсках бомбардировщик получил официальное обозначение Ту-2. Такие названия, указывающие на конструкторов, стали присваивать самолетам с 40-го года. По своим характеристикам он намного превосходил ИСБ и существенно превосходил П-2. То есть это была машина другого уровня, другого поколения. И новые прицелы, и возможность бомбометания с внутренней подвески на пикировании. Петбомог только с наружной подвески бомбить. И более мощное оборонительное вооружение, и значительно большая грузоподъемность, и большая дальность, и более высокая скорость. То есть он выигрывал по всем летным данным, по всему комплексу. Однако судьба Ту-2 и теперь складывалась непросто. Летчику машина нравилась, но после выпуска менее ста бомбардировщиков Ту-2 с конвейера сняли. Опять сказались условия военного времени. Помимо летных данных приходилось учитывать и сложность производства, и наличие тех или иных материалов. Для Ту-2, к примеру, не хватало дюралюминия. Да и общая обстановка на фронте не всегда оставляла времени для более взвешенных решений. Так получилось, что имя Туполева нечасто вспоминают применительно к Великой Отечественной войне. Куда чаще говорят об истребителях Яковлева и Лавочкина, штурмовиках и бомбардировщиках Ильюшина или о том же П-2 Петлякова. Но даже без Ту-2 самолета конструкторского бюро Туполева воевали и воевали активно. Особенно в первый, самый тяжелый год войны. К моменту нападения Германии фронтовая бомбардировочная авиация Советского Союза на 70% состояла из туполевских скоростных бомбардировщиков СБ. Правда, слово «скоростной» уже не соответствовало истинному положению дел. Но благодаря ряду модернизаций машины были вполне боеспособны. Опытным экипажам даже без истребительного прикрытия удавалось сильно потрепать противника. Незаменимым в начальный период войны оказался и Су-2. Напомним, что изначально это был АНТ-51. Самолет имел продуманную конструкцию. Экипаж в составе летчика и штурмана размещался в удобной кабине с прекрасным обзором. К тому же она отапливалась, что было довольно редким явлением для советских самолетов. Другое дело, что сама концепция легких одномоторных бомбардировщиков себя не оправдала. Но пока на фронт в достаточном количестве не пошли штурмовики Ил-2 и бомбардировщики Пе-2, их работу выполнял именно Су-2. Нашлась работа и туполевским ветеранам ТБ-3. Знаменитый десант под Вязьми в начале 1942 года был выброшен в том числе и с этих самолетов. Тяжелый бомбардировщик ТБ-7, родившийся в КБ Туполево, как АНТ-42, использовался для проведения особо важных операций. Уже в августе 1941-го несколько самолетов бомбили столицу Третьего рейха Берлина. В мае 1942-го нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов летал на ТБ-7 США на переговоры с президентом Рузвельтом по поводу открытия Второго фронта. В 1942 году ТБ-7 переименовали в П-8 в честь погибшего в авиакатастрофе конструктора Владимира Петлякова, который стоял у истоков создания этой машины. Что касается Ту-2, то его производство удалось возобновить лишь в конце 1943 года. На окончание Великой Отечественной войны от 800 до 900 самолетов было выпущено. Машина, в общем-то, лучший наш фронтовой бомбардировщик Великой Отечественной войны. Это так и есть. Один из лучших фронтовых бомбардировщиков в мире. Ну, естественно, очень тяжело сравнивать с западными машинами, естественно, по оборудованию там они, конечно, отрывались от нас. А вот, имея то, что на руках, Туполевский коллектив создал великолепный самолет. В 1943 году за создание бомбардировщика Ту-2 Туполеву вручили сталинскую премию первой степени. В 1944 конструктору было присвоено воинское звание генерал-майор авиационно-технической службы. В 1945 бывший враг народа стал героем социалистического труда. А впереди у Андрея Николаевича было еще много работы. После победы в Великой Отечественной войне Советский Союз ждал новое противостояние, которым самолетам его конструкторского бюро предстояло сыграть ключевую роль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok